Эра брутального телевидения в Китае. Под эфирный запрет попали мужчины, которые выглядят недостаточно мужественно. Это касается и внешности, и особенностей поведения, и накрашенные губы, глаза, манеры. В какой-то момент партии сказала «хватит». Кроме того, в кадре теперь нельзя демонстрировать роскошь. О новых ТВ-реалиях репортаж Павла Матвеева. Китайское телевидение сложно назвать гнездом разврата и рассадником порока. Обычно оно выглядит вот так. Или вот так. Еще там передают весть из полей, транслируют сериалы и развлекательные шоу. Но вот с ними-то и возникла проблема, да такая, что госуправление по радио и телевидению выпустило специальную директиву. Телеканалы и радиостанции, а также аудиовизуальные онлайн-платформы должны тщательно осуществлять отбор участников и гостей программ и придерживаться в качестве критериев отбора политической грамотности, моральных качеств, художественных стандартов и высоких социальных норм. Далее еще много иероглифов. Самый яркий пункт – запрет на участие в программах женоподобных мужчин. Мол, мужчина должен выглядеть брутально или хотя бы не иметь макияжа и не жеманничать. Чуть раньше такой запрет настиг блогеров, влогеров, стримеров и прочих бойцов интернет-фронта. С сервера Доуинь китайского тиктока уже удалены все ролики известного блогера Фэн Сяои. Вот он. Если что, это мужчина. С этим юношей и так все понятно. А вот что делать с другими? Молодые мужчины в мегаполисах Китая ходят на маникюр, красят волосы и покупают себе женские сумки. Мода пошла из Южной Кореи вместе с модой на всевозможные реалити-шоу. Эти странные тамцы уж точно ждут непростые времена. Неясно и то, что будет с китайскими сериалами. Так повелось, что молодые герои там все как один смазливый, не очень мужественно. А если сериал исторический, то они и вовсе с длинными волосами и подкрашенными губами. Кроме того, представителям Бомонда запрещено демонстрировать в эфире свое богатство или даже упоминать о нем. Инициатива, похоже, нашла отклик и вне телевизионных рамок. Еще пару дней назад на улице Пекина с рекламных счетов, постеров, экранов гламурные юноши предлагали предметы роскоши. А сейчас они исчезли. Вместо них вон пекинская утка. А вот, скажем, реклама детских игровых комнат. Под удар попали и фанаты поп-звезд, которые, цитата, «слишком далеко заходят в неосознанном поклонении кумирам». Здесь явно сыграла роль история китайско-канадского рэпера. В Канаде он Крис Ву, а в Китае его зовут У И Фань, и он сидит в КПЗ по обвинению в растлении малолетних. Фанаты среагировали на новость о том, что кумира там якобы избили и чуть ли не призывали устроить ему побег. В итоге за Криса Ву ответят и те поп-идолы, которые никого не расклевали. В местных соцсетях уже блокируют аккаунты самых настойчивых поклонников любых модных звезд, не дожидаясь повторных директив. Продолжение следует...